Житель души и стилы, и желездецы, и вся исполняя сокровища моих, и жизни подателю прийти в силе сягны, и очисти для всяких скверных, и спаси Боже души наши. Отец наш Небесный, благослови нас на сей занятие, Господи, дай нам исполнить волю Твою через Слово Твое Святое. Будь в милостях нам вешен. Тебе слава за все, Отец и Святой Бог. Аминь. Итак, мы проходим Евангелие от Луки, 19 глава, 41-44 стихи. И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «Ой, если бы ты, хотя бы сей твой день узнал, что служит к миру Твоему, но это сокрыто ты не от глаз Твоих, ибо придут на Тебя дни, когда враги Твои обложат Тебя окопами и окружат Тебя, и стеснят Тебя отовсюду и разорят Тебя, и побьют детей Твоих Тебе, и не оставят в Тебе камня на камне за то, что Ты не узнал времени посещения Твоего». Толкование. Господь, как человеку любил и плачет о городе, ибо не желал погибели жителей Онова за дерзкие против него поступок. Итак, плачем он обнаруживает сострадательное сердце, а что он жалел их и не только прежде распятия, но и после распятия, жаждал их обращения. Это видно из того, что он предал их римлянам спустя столько лет, ибо протекло 35 лет. Без сомнения, он отлагал наказание не по другому чему, как по сильному желанию их обращения. Итак, он плачет о бесчувственности Иерусалима и говорит, «Ой, если бы и Ты, хотя всей Твой день узнал, что служит к миру Твоему». То есть, «Ой, если бы Ты, хотя ныне узнал, что служит Твоей пользе и ведет к миру и спокойствию, именно, что нужно уверовать в меня и удалиться от злого умысла против меня. А теперь сокрыто от очей Твоих то, что на Тебя придут нестерпимые бедствия за Твое отвержение меня, и что Ты потерпишь вот то и то за то, что не уразумел времени посещения своего, то есть, моего явления, когда я пришел посетить Тебя и спасти. Итак, Тебе должно было узнать, что служит Твоему благосостоянию, то есть, уверовать в меня, и Ты был бы безопасен со стороны римлян и свободен от всякого повреждения, ибо все, уверовавшие во Христа, остались свободными от плена. Так что, если бы все уверовали, то никто и не попался бы в плен. Прочитали, все полное молчание. Вот это особенно удивительно. Мысленно так. Воображение. Перенеситесь в то время. Господь пришел. Кто его знает? Сын Мавей. Но еще законно не рожденный. Молва идет в городе. И вот, знаю посещение. Хочешь мира, готовься к войне. Это любой военный знает. Сейчас хорошее отношение с Китаем. Но согласно древних пророчеств, считают, что Китай принял сюда, дойдет до Беи Катуньи, где соединяется. Я это слышал, в пятом классе еще учился. Это биск город. То есть, по самой Уралу, фактически, Китай отхватит это все. Их так и учат, показано северно. Считаю, воображаю, маленько даю. А как избавиться? Тут написано, если бы у веры, если бы покаялись, Бог бы отложил эти события. А это бы истер их совсем. Вот считают 17-18 главы откровения. Занятия у нас шли. И вот спора, о каком городе говорится. О каком. Откровение читали? Город воде сейчас будет сожжен. Куцы посыпают пеплом голову, говоря, о, город великий. Кто теперь товары наши будет покупать? А в чем речь идет? О каком конкретном городе? И сегодня уже спорить начинают. Но после первых уроков, те, которые спорили, они все вышли из занятий, не стали. Они не могут ответить ни на один вопрос. Надо, чтобы все сходилось. Город, от которого обогатились купцы земли. Покажите такой город, от которого все обогатились купцы земли. Вашингтон, я говорю, где вы видели? Вашингтон так и гребет в себе. Не было мировой истории того, что утром проснулись, и государства не было. Растащили в один день. Какая страна? 72 года работали за палочку колхозники. Трудодель, а в ноль. Он еще не значит. Рабочие работали. Я дала практически дня не пропустить. Три дня уже все, то я саплюну. Какой город? Город, который стоит на семи горах. По порядку? Давай. Город на семи горах. Какой город? Ну, ты не знаешь, я подскажу. Аман, Вашингтон, Москва. Три города. Три, больше нету. Есть на пяти, на восьми, а на семи, написано на семи холмах. Царь над земными царями. Кто Аман? Нет. Вашингтон. Вот речь идет о другом. Вино любодеяния. Какое вино любодеяние? Ясно, речь идет об учении. Какое учение? У Америки учения вообще никакого. Обогащаться, выгодные сделки делают. Выгодные. Мы только сейчас вернулись, приезжал человек, который мог бы очистить пруды. Вот пруд один очистите. Я раздомахнулся до шесть прудов. Они говорят, один, мы дадут очистить. Расскажи, во сколько обошлось? Миллион. Но это по-хорошему. Понятно. Один пруд очистить от грязи миллион. Дайте миллион. Все вместе взятые. Ну здесь, что спрашивают-то? Тринадцать человек Устинов. Собрание Устиново. Ну все. По сто тысяч, уже миллион триста будет. Ну и нет этого. Все собрание составляет меньше. Правда собрать на той фамилии. Скорее всего, по сто тысячу должны быть. Так, вот мы сейчас лезем, все видим. Какие трубы, как они, сколько, завозят. Миллион, чтобы очистить Камагорику. Миллион грязь вычистить. Не пруд сделать. Делать, не делать. Они приехали, заранее договорились. Я тут же выложил две с полной тысячи, за то, что они приехали. Дальше только по интернету он будет скидывать какие данные. Проехали там, где Симаковский, это Костровый. На это даже заезжать не станет. Потому что все силы бросят на один пруд, чтобы рыба была. А если половина пруда, на половину пруда, то через год затянет опять тоже. Вот они приезжают сейчас. Нужно оплатить за то, что завозили платформу. Туда и сюда. Туда и сюда. Кончили работу. Опять оплатить туда и сюда. Я оплатил за трактор, который в бульдеры привозил. 21 тысяча. Туда, сюда. Еще 21, уже 42. А еще и еще не начинали даже. Ну, деньги на конкурс. Пенсионеры. Студенты. Рабочие. Терпера. Вот теперь кто обогатился? В один день страны не стало и сотни миллиардеров. Сотни миллиардеров. Как революция. 140, допустим, 5 человек приехало с Ленина. Из них 138 евреев. Еврейская революция-то была. И здесь кто обогатились? Евреев, Гусинский, Березовский, Абрамовище, Дорипасский. Еще фамилия такая, Дорипасский. Что тебе рассказывают? Вот маленько, так глянь. Какой это город? Так это не все. В этом городе найдена кровь святых. В Амане никого не убивали. В Вашингтоне, я знаю, здесь кровью залепено. Есть такое там место, полигон Бутова называется. Там тайно довозили священников. Ничего не делали за то, что ты священник. Возили, расстреливали по порядку. И вот приехали сейчас туда. Приехал президент Владимир Владимирович Путин. И выводит архимандрит и рассказывает. Вот яма. Вот тут расстреляно было 28 тысяч священников. Вот здесь столько-то. Оттуда привозили. И он сам полковник КГБ. Организация, которую НКВД заменила. Которая расстреливала. И он ходил только чудовищно. Да что же это такое? Чудовищно. Даже для него. Который член этой самой преступной в мире. Хуже сто раз фашистской организации. И для него это чудовищно. Значит, кровь святой Гладицы. Ты, я посмотрел, где-то 11 пунктов, кажется, было. Которым обозначен этот город. Только Москва. А вот теперь к этому возвращаемся. В чем Москва? Москва это центр. Оттуда черные ящики будут нажимать кнопки. Подвинули со всех сторон. Вокруг окружен город. Мы берем в священописание все. И в один час будет сожжено. В один час. Еще в 45-м году, когда на террасиму сбросили, американцы приготовили для Москвы 9 атомных бомб. 9. 9, чтобы стереть с места земли. А сегодня на нее 9 тысяч ракет направлено. Их не остановить еще нельзя. Откуда идет? А вот теперь считай, что избавить? Единственное средство, которое может избавить, обратиться к Богу. А наши родственники там живут и другое. И лезут куда-то. Тут чего не жить-то? Тут всего хватает. В травы, в море. Это Каза не знает, какую травинку укусить. Ну, пусть это 10 потопщиков. Скотина, поля. Ни крокодила, ни акул не плавают. Ни медверь, ни ядовитый змей. Живи радостью Бога, салат. Все что-то бурчат, что-то недовольное. И только одно думаешь. Если медленно начнется разворачиваться, оно не будет медленно. Народ почечет. Будет искать, где скрыться. Сейчас уже прямо пишут, а пишут в газетах, везде. Готовьте, чтобы семей 100-150 где-то оградиться могли. И сразу искать место, где можно поселиться. 100-150, чтобы могли защитить сами себя. Что тут начнется? Если ничего нет, холодильник один. Это наш первый, верно там. Здесь медленно, сейчас маленькую купят. Но если не разворуют. Он может кормить несколько лет людей. Ему нужды нет. На многие годы ешь, дышать, не веселись. Все у него есть. И каша нароховая, и гречневая каша. И он может учиться еще и с полтонахом масло добить. Тут только благодарите разницу. Мы берем отсюда. Речь идет не только об одном Иерусалиме. Речь идет о любом городе. И не пойдете в плен. И все от того, как вы себя настроите в Господу Богу. Вы знали время посещения Его? А какое? Когда Бог дал тебе весть услышать. Посмотрите, кто у нас здесь есть. Кто пришел, кто не пришел. Кто-то вообще не нуждается. Это ни день, ни два. И когда в городе эти люди, они и там не приходят. Уже все давно высохло. Сухое русло. Оно ложесно, не приносит плода. А все еще думаем, что мы ерущие, так это бухтимые. Но ты за один день не отблагодаришь Бога никогда. Сейчас этот человек был. Звать его Андрея Алексеевича. И с ним какой-то, как будто бы, маленько так. Иерусский, так я понял? Дагестанец может быть? Наш, наш. Любое. Видят и знают кого. Много. Что уже сделали где? Какие пляжи намывают по 100 метров. Песок оттуда и чистый делают. И здесь как он кащает, и вода стекает, а сапропель остается тут полной его. Его кусками продают за рубежом. Урожай 8-10 раз увеличивается. Иерусский, который иерусский, достает. Тебе дадим за помидоры ведро. Вот мы берем отсюда. Видишь, как оно сразу стало понятно. Понятно. Вот я гляжу, молодежь у нас есть, призывного возраста. Сегодня позволяется, разрешается официально пойти в военкомат, написать заявление, я воевать не могу, потому что я христианин. Мы вам даем бланк. Если сейчас только шевелиться, вас как ветром выдает. Ни одного не будет здесь. Ни одного. Сегодня думайте о себе. Я тебе говорил перед армией, показывал все это дело, но это мирное время, обошлось это. А в ереточном полку прослужил. Бог миловал. Вы как со своим детям говорите. А если в армию призывают, я напишу. Нет, за полгода раньше надо писать. У них тоже правила. И там сидит священник. Священник говорит, а Сергий Радонский благословил. А ты не знаешь, что ответить. У Давида, кто они его дети, это Сашка пошел служить. Я с ним беседовал, говорил. Все подробно рассказал. Я за него не отвечаю. Притом, при свете никакого нет. Закон принят, альтернативная служба. Вот теперь смотри, приготовься к войне. Вот мы что извлекаем. Не просто прочитая, примени к себе. Как я за то, что усвоил. Что это про тебя говорится. Чтобы Слово Божие заговорило с тобой конкретно. И сидят молчат. А ты сказал, Иерусалим, да. Готовится к римлянам. А куда готовится Барнаул? Новосибирск. Столица Сибири. Миллионные города. А они куда готовятся? А теперь посмотри, кому мы нужны, где? В Боливии. В Боливии. Там, где-то, в Америке. Какое-то государство крошечное, кардиковое. И туда едет Лукашенко. А туда сюда приезжает. Ну, смешно даже. Никто за нас, нигде. Как Александр Хретьев говорил, у России нет друзей, кроме армии плота. Видели такой ролик стоит. Ребятички стоят и поют. Дядя Вова, мы с тобой. Поведешь последний бой. В каком дядя Вове говорит? А если главный командир, там скажут, там защищать мир-то. Дядя Вова, мы с тобой. И вот такие ребятишки, вот такие. Дядя Вова, мы с тобой. А вот такие вот маханьки. И депутат. Такая приятная женщина, у нее трое ребятишек. Никто никуда не пойдет. Последний бой. Последний. Так и поется. Весь интернет наполнен. Ариентички. Дядя Вова, мы с тобой. А надо со Христом быть. А дядя Вова, там где, когда они подрастут, он уже на пенсии будет. Ну, если ему шесть лет, то еще говорите, срок-то кончится. Шесть лет, ну, двенадцать лет будет. Куда не поймите. Ты все это примени, скажи, Господи. Это слово достигло нас. Мы поняли. Угрожает смерть везде. Прости нас. Научи нас подражать тебе. Время посещения, когда я услышал, я поверил, принял. Поэтому остальные законы человеческие на другом месте. Первый твой закон. Первый закон не убить. И дальше все заповеди. Бог, говорит, пришел не нарушить, а исполнить. Не нарушить. И надо учить. Маленькие дети, чтобы знали это. Это не ебиловцы. Вот такое ребенка. Учат. Три месяца приду, побыл ребенок. Оттуда вернулся. Ребенок пятилетний. Родители ничего не могут сделать. Мусульмане. Ничего не могут сделать. И он ходит только с автоматом. И все равно родители себе научили. Пятилетнего. Эти ребенки сейчас что угодно могут сделать. Как евреи говорят, отдай нам до четырех лет ребенка, а потом делайте, что хотите. А у нас считается, что ребенок, ну, туда обезьянка бегает. Пусть лазит по деревьям. Банан ест. Ты услышал? Все, кто ел. Это про нас Христос сказал. Бодрствуйте. А теперь иди дальше и думай. И Москва обречена. Руководства нет. А что я могу сейчас? Только молиться Господи. Президент дообратил Владимира. Чтобы он знал Евангелие. По Евангелию. И люди жили по Евангелию. Время посещения. Время проповеди. Он нас посетил. Сердца наши коснулся. Если ты прогревал опять, пришел. Ну, что и жизнь проспали. Вперед. Я говорю, в нынешнее время очень многие ужасаются. Ну, от всех событий мировых. Вот кто-то там на оружие надеется. А вот тут вот написано. Ибо все верующие во Христа остались свободными от плена. То есть они переселились в другой город. А в Иерусалиме были плененные. Со мной переписывается один неоднократный чемпион по кикбоксингу. Ну, там разные правила борьбы. Николай Леон. Учится в Румынии. Здесь закончил, как раз, семинарию. И о войне. Нет, воевать надо. Ну, я в поездке был. Неизвестное поступило. Его уже убили. Говорят, что-то помогали. В автобусе сверху ракеты, прям автобус. И все, ракетство. А как вы знаете, что убьют? Я вам сказал, ты до 50 лет не доживешь с этими мыслями. Я ничего не знаю. Я знаю, взявши вещи, отмеча погибли. Кто ведет в плен, пойдет сам в плен. Будь мерен. Проповедуй мерен. Вот ко мне подходит наш врач. Наш. В общем. Меня посылают. Туда-то. Там война идет. Что делать? А чем ты думаешь заниматься? Как раз спасать. Иди, положи душу свою. За ближнего своего. Но ни окопы не роя. Не будь наводчиком огня. Не подтаскивай ударежающих. Не стрелять. Это пожалуйста. Спасать. Атакиры не нужны. Есть такой фильм какой-то. Про обвитие со седьмого дня. Он в армии ведь. А стрелять нельзя. Но его не берут, а куда в Америке? Тут бы расстреляли его. А тут не берут и все. Его взяли наконец. Он там врач. Сколько он спас. Это числа нет. И все это фильме показывает. Один. Враг уже все захватил. Он умер. И уже все. Кончено кажется. А он вытаскивает и вытаскивает. Раненых. Это взято документально. Вот туда Бог благословляет. Кто не пойдет. Тебя разговаривать не будут. Захватят и потащат. Это все мы берем отсюда. Это Слово Божие заговорило с нами. И очень громко заговорило. Ты не думай, что она растет на девушках. Пойду в дворе мы. Сразу же заберут и все. В Китае не хватает. Сколько сегодня? Я не знаю точно. Чуть ли не 50 миллионов не хватает. Пожалуйста, иди, бери. Они есть, подрастают. И все будет отнято. И тогда вы узнаете эту свободу. И зайти нам на место поставить. Это рядом где-то совсем шевелится. Два миллиарда. Мусульман два миллиарда. Это только на страну. Все отнять. Слава Богу, некоторые из них обращаются ко Христу. С Богом. 45-48 стихи. И войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им, написано, дом мой есть дом молитвы, а вы сделали обертепом разбойников. И учил каждый день в храме. Пересвященники же и книжники, и старейшины народы искали погубить его. И не находили, что бы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его. Вот просчитали, я сразу поднимаю вопрос. Я хочу сказать, сегодня это как выглядит. Молчок. У нас занятие было полтора часа. Здесь час сделано. То есть дальше уже не будет. Сделайте полтора часа. Раз в неделю. Только начнем. Час кончился. Полтора часа идет у нас занятие. Так, теперь Господь вышел и шел в другое место. Как это сегодня? На священнику-то надо на что-то жить. Ведь ответ-то Писание дает. Ничего не надо. Одна святая десятина. Установленная Богом. Торговля проклята. Она от торгашей и от разбойников. Разбойники. Все. Ее толкают везде. Везде все торгуют. Все. Везде абсолютно. Ярморки православные. Хлеб православное, там пиво. Что угодно. Все там есть. Только Христа нету. Четко и ясно обговоренно. Священство питается от святой десятины. Считай Малахи 2 глава. Проклятим вы все проклятые, что не платите десятину. Вы-то не все платите. Как батюшка-то сказал, говорит, а тут вообще-то такое платят. Но прошло уже достаточно времени. Понимаете, не мне это надо. Не мне. Пенсия у тебя четко, ясно. Где ты причащишься туда и пенсии? А почему? Не чанка, почему? Она не твоя. Она Божья. Бог ее приложил к тебе, чтобы ты своей рукой отдал. Вот какая причина, знатолус говорит. Бог дал землю. Дал воду. Дал воду. Дал солнце. Это все Бог. Ты этим воспользовался. Ты сам родился. Пашечки сбежутся. Тысячи перерабатываются. Божья, Божья. Отдай Богу за это, за то, что он в компании с тобой был. Так назовем. Нет. А зачем действительно отдавать? Не буду. Свечку покупать пойду. Торговлю выгнал. Если Христос пришел, выгнал, а у нас торговля отсюда выгнал, что он не пришел сюда тут. Не надо ничего наказывать. В этом месте нет Христа, где торговля есть. Торговля там была и осталась. Христа выгнали. А какой власть ты это делаешь? Покажи справку, кто тебя избирал. Печать какая заверенная должна быть. Я ничего не принимаю иного здесь. Только что написано. Господь сказал бы, что жадящие-то, накормите бедного священника. Нет. Меня обкрадывайте. Не себя что-то от себя оторвал, себя от жены оторвал, от детей. Как будто бы так. Заплатило это, ну, меньше дети получили. Меня, Бога, обкрадывайте. Это моя десятина, моя. Вы ее своровали, Попы. Вы своровали. А священник из того, что дает, еще десятину должен на дело Божье отдать. Десятину, десятина называется. Если мы хотим Богу угодить, Господь говорит, любите меня, соблюдите мои заповеди. Так это в этом завете. Оно бы еще не менялось. У священника вот как кобыл, так и есть. Как дети у него были, так и есть. В новом завете отношения не изменились. А в орденном завете ни сказано, ни слова. Нет этого. А почему? Бог так сотворил человека однажды. И он пришел человека не менять. Изменить только внутренний мир. Храм. Камень на камень не останется. А мы тысячу храмов построим. Не о новой не будет. 57 тысяч храмов было. Осталось только 400 в целом скормили. Все уничтожили. Зарвали. Храм Христа Спасителя в Москве и тот взорвали. Это камни, кирпичи. Вы храм Бога Живого. Придем и стеримся вниз и будем ходить, Господь говорил. А пришел он ко мне, стерился. Как я соблюдаю этот храм? Храм. Ешь больше, спи. Ешь больше, спи дольше. Это все бабушки так. Они любят и мучают. Ты сейчас приучи его. Ботос отработать, видеть нуждающегося. Кажется, зачем он может такой паренькир? Евреи это знают, мусульмане знают, русские не знают. Когда с ним заниматься? Вот он мне. Момент. Ни одного храма нет без торговли. Торгуют абсолютно всем. Мешочки какие-то, там эти проспоры, крещения, венчания, таинства. Ну, абсолютно за все. Причастие идет, денег нету, на свечку положили. На свечку это то же самое. Деньги. Они теперь с целыми корзинами несут обратный. Несколько раз так перетаскивают. Так перепродают эти плоды, а там они не зажигают, ничего. А я все это видел. Ты это прочитал, скажи. Это ко мне написано. А что ты сделал? Кому ты сказал? И в каком храме нет торговли? У нас нет торговли. Нету. Вот она висит. Кто щедро сеет, щедро жмет. Положи, если хочешь. Ко мне приезжал сюда главный банкир Антайского края. Главный. С другими банкирами. Они все посмотрели, выходили. А у вас это что? Я говорю, добровольно пожертвовали. Он уже на выходе. Он развернулся, подошел, вообще посуду сразу. Понимаешь, какие разные люди. А мне говорят, так он еврей. Он говорит, не знаю. Ты вот услышал один раз, и по министу скажешь, а как его избать? Я скажу, владелец избать. Помолись о нем. Мне не хватает 50 тысяч киди выкупить. Я только сказал, он полез в шкаф, что-то у себя в кабинете роется. Он положил мне машину, дал мне на мой взрыв, открыл ровно 50 тысяч киди, я ему даже не говорю. Так просто, да, чтобы киди выкупить. Вот какие чудеса, Бог творит. Ты это считаешь. Торговли не должно быть. Где ты бываешь, там поставщего не было. Не было. Ну а мы слежки положили, никто не торгует. Убрали, а каждый написали, сумму каждый кладет. Так еще изменилось. Ничего не изменилось. А у вас кроме этого Владимира еще есть? А? Кроме Владимира есть еще банкир? У вас, у вас знакомые? Ну, видишь, я фамилию даже технику спрашиваю, которые приезжали. Нет, они на данном фамилии. Вы нам имена скажите, мы будем молиться, глядишь. Владимир, пока. Пока, Владимир. Главный банкир Алтанского края. Нет, вывел меня на таких людей. Я один раз только даю знать, напишу, что мне надо. Через день, через день, два уже все привезли. Муки, масло растительное, там все. Говорю, сахара не было один раз. Привезли полное, под пломбами, щиты ли полные, большие пляги. Это все бесплатно. Я тут привозил, тут раздавал. Вот Бог это делает. А человеку нельзя сделать. И когда скажешь, а как познакомить, чили с голубя? Голубь у него потерялся. А я, наверное, слышал разговор, а я говорю, так, а какого цвета? Он говорит, коричневый. Я говорю, да ко мне коричневый, два дня назад прилетел чей-то. Он приехал, посмотрел в море. И он меня ввел в такой состав директоров, мне даже не скажешь. Все подвел в директор. Голубь, как он, наверное, ввел, вывел на человека. А вот голубя. Ты молись только, доверься Богу, никогда не отчаянияся. Бог терпит, потепи и ты. Завтра может все измениться по-другому. Да, я не могу. С деревни, что возьмем на этот вопрос? Ну, конкретно, 3 рубля же нет никого. Мне интересно, как Туша разговаривает. Ну, а там мы, я, может, не раз слышал. И говорят, ну, сейчас мы не можем. Ну, миллион, какие это деньги? Он по нему же думает, вот это да. А вот ему мужик-то слушает. Ну, раз где-то, маленько бы провернемся, вроде бы, через год. Вот тогда мы это, все это сделаем как надо. Он поехал, высокое мнение о нас. Пошли дальше. Видите, как слово заговорило? И все про нас, все про нас. Прям все. Иван, тебя потеряем. Глава 20, 1-8 стих. В один из тех дней, когда он учил народ в храме и благовествовал, приступили к первосвященнике, книжнике со старейшими. И сказали им, скажи нам, какой властью ты это делаешь? Или кто дал тебе власть сию? Он сказал им в ответ, спрошу, и я вас об одном. И скажите мне, крещение Иоанна с небес было или от человеков? Они же, рассуждая между собой, говорили, если скажем с небес, то скажут, почему же вы не поверили ему? А если скажем от человеков, то весь народ побьет нас камнями, ибо уверен, что Иоанн есть пророк. И отвечали, не знаем откуда. Иисус сказал им, и я не скажу вам, какую властью это делаю. Толкование. Господь, со славой вошедший в Иерусалим, в доказательство своей власти творит то, что дом отца своего очищает от торгашей. Он сделал это и в начале проповеди, как говорит евангелист Иоанн. 2 глава 13-18 стихи. А теперь снова делай то же, во второй раз. Это служит больше в обвинении иудеев, что они не уцеловодрились от первого его открытого вразумления, но продолжили торговать в храме и называли его противником Божиим, тогда как он почитает отца и Бога до такой степени, что дом его очищает от торгашей. Они спрашивают, какую властью ты это делаешь? Закон, говорят, распоряжаться в храме предоставил происходящим от левия. Как же ты, не происходящий от левий на колено, делаешь это и похищаешь священные права? Но, о иудеи, вспомните слова Давида, ты священник вовек под чину мелхиседека. Псалом 109, 4 стих. Мелхиседек назван священником, а мелхиседек не был священником ни по закону, ни по происхождению от левий на колено. Ибо как быть сему, когда он за столь много лет был прежде левием? Потом, с чего ты требуешь от Христа порядка законного? Бог с законом не подлежит. Когда нужно было, он повелел, чтобы священники были из колена левийно. А теперь отменяет тот закон и предызбирает священство мелхиседека. Поэтому и продающих, жертвенных животных, как то овец и голубей, он выгоняет с одной стороны, чтобы сохранить благолепие и благоприличие храма, а с другой, чтобы и то показать, что не должно уже веровать и умилостивление Бога жертвами животными. Не должно уже веровать в умилостивление Бога жертвами животными. Итак, Господу легко было ответить им, что так сказано, и сказать, что так повелевает пророк или лучше Бог. Однако, чтобы обличить их в постоянном противлении Духу Святому и в том, что они не хотели веровать не только древнему пророку Исаии, быть может, или забытому, но и так недавно явившемуся почти невещественному и бесплотному Иоанну. Для всего на вопрос их со своей стороны дает им настоящий, достойный удивление вопрос. Семь вопросом он и им заграждает уста, и нам показывает, что если они не поверили такому пророку, каков Иоанн, по их мнению, больше его, когда сей свидетельствовал о нем, то также, то как же поверили бы они его ответу на то, какой власть он это делает? Ибо, что бы он ни сказал, они во всяком случае могли перетолковать это и осмеять подобно тому, как они призрели слова Иоанна, бывшего у них в большой славе. То есть, что бы он ни сказал, они бы в любом случае выберли бы все в свою сторону. А при чем тут Иоанн? А зачем у Христосов встречные вопросы? А потому что Иоанн же в народе почитался, то есть это последний пророк был, вот, недавно. Ну, почитался еще. Ну, кто-то верил же в него. Потому что он о Христе свидетельствовал. О, вот почему. Вы меня спрашиваете, кто я? А Иоанн говорил обо мне. Припомните, что он обо мне говорил? «Восставлю пророка слова Моисея 18.15». Вот теперь он напоминает. Поэтому, если ты где-то не отвечаешь, что ты задал вопрос, отвечай от встречи, не в силу, не в город. И конкретно, если бы они ответили на этот вопрос, ну, Иоанн с небес, он сказал, почему не приняли? Если приняли, когда меня должны принять, то есть свидетельствовал обо мне. Он говорил, что я тот агент Божий, который берет на себя грех мира. Он же говорил, в Англии от Иоанна 19.9. Он говорил, и вы его признаете? Так признайте его в словах. Они не знают. Ну, как не знают? Боялись. И поэтому, какую власть это делаешь? А какой вы хотите? Все-таки только две власти. Две. А одна – Храм Божий, значит, Бог распоряжается. И второе – кого он поставил служителем? Все. Мне вот сколько раз говорили, вот батюшка там где-то и не так что-то… Я знаю никак, я власти никакой не имею. Я никогда в жизни не вмешивал салантарные служения. Никогда. Я стараюсь не заходить. И Христос вот на это ответил. Бог и священство. Какой это власти? А ты не относишься ни к тому, ни к другому. А он как раз, Христос, и священник, и Бог. А они не признают ни то, ни другое. То есть у Христа два свидетельства. Понимаешь, сколько за этим открывается? Он бы сказал, это мой храм. Они сразу побили. Какой храм Божий? Так я Бог. Все. И они, что хотели побить камнями за то, что он выдавал себя за Бога. Делал раму Богу. Иван Гелетян. Это обвинение против него было. И Христос говорил так некровенно. Когда я воскресну, тогда говорите открытое. Вам это понятно, что вы говорите? Какой властью это делаешь? И вопрос, а в церкви власть чья? Это только Божье и священство. Моей власти там нету. Никакой. Сказать ты можешь? А это не просто сказал. А сплел веревку. А что за веревки? Ну, считать, как Гладкев пишет Борис, или кто, он. Шел ремонт, и у веревки были, где подъемы тяжести, где. И он эти веревки взял, сплел дичь. Видать, не плохой. Ну, и начал догонять их. Смотри, вперед. Глянь, глаза подними. Вон. Переход. Ну, вот, хотелось спросить. Вот, значит, в Ветхом Завете человек, когда, как бы, раскаивался или хотел поблагодарить за что-то Богу, он приносил жертву. Вот, как бы, видимо, ему было такое, как бы, Богу обращение. Сейчас, в Новом Завете, жертва отменена. Как мы можем... Как теперь это выражается? В Ветхом Завете выражали, значит, свое раскаяние, благодарность через жертву Богу. Да. Ну, вещественную, там, теленкой, там, барашкой принес. Как это в Новом Завете выглядит? Как? Ну, да, Богу Дух сокрушенный. Просто в Соломне написано, Дух сокрушенный, что это лучше, чем всякая жертва. Это же Божие. Жертвы, ты не восхотел. Жертвы, ты не восхотел. У меня так полное сокрушение, я себя приношу в жертву. Я это понял и благодарю. Вот меня это сыграло, вот она, говорит, вот, вот и удар пришелся у меня. А вот это вот все, я до сегодня уже полностью без глаз был. Вот куда ударило. А она так, ну-то, и поднялась буква ЕГЭ, где пророка, так вверх не ударила. А именно это вот. Ну, прям задеть нельзя. Просто интересно, Давыду уже, Бог уже тогда открыл, что будет уже все по-другому. Что ни в теленках, ни в парашках делают. Я вспоминаю, пастухи дали нам лошадь привезти воды. А там водокачка работала, на раздельке. Мы поехали, и они там скотину поют. Большая труба вот такого размера. И она разрезана. Ну, разрезана-то они ровно там. А я босиком. И чтобы легче было наливать, поставили фляжу, которая, бродвина эти называются, по сторонам-то. А лошадь в это время дернула. А у фляги-то там вот такая, как внизу-то, ровная. А потом внутрь-то идет. И она упала, и прямо возле самой ноги, а я ногой, ногами, голодью стою на этой, на разрезной трубе. И фляга опрокинулась, и этим днищем прямо рядом рубанулась. И по ноге, значит, ступню сразу бы мне отсекло. Я по сегодняшний день как будто вижу это дело. Не обдумать ничего нельзя. То есть, за ним он, теперь я понимаю, не надо было, нельзя было. Ну, проще нельзя. Впереди, чтобы один стоял, герметички одни. Коня держать. Ничего не сделаешь. Это Бог. А в такой большой вид, а никого нигде нет, а кровь истечения будет. истек, и все. Никого нету нигде. И вот этот раз. Да не один раз пошел брать уголь у себя. Шесть утра. Темнота, зимой, ночью-то. Ноги-то не поднял, из угляки-то вывалился, и опрокинулся туда, и упал. А тут стоит ведро и другое. Я между ведрами и лицом на земле. Я поднялся, когда шапку снял. Господи, да кто же за меня так молится-то? Представь, ведра, я проявляю, это ее, грохнулся на всей силой. Туда, с ведра-то своими. Ой-ой-ой. А ты припомни, она на краю с трактором так была? Трактор, ты где остановилась, не заставит уже на краю трактор, но улетел туда. Ужас. Сколько же таких моментов было, на некоторых мы даже не знаем. Может быть, он преступник подходил, кто-то, с канистрой тебе, до к сороку. Все, завтра, как детей сейчас, кемеров-то. Подперли, все дети сгорели. Сгорели. Не один, не два, десятки, а сейчас, кто-то говорят, сотни. Их излили, излили автобусами туда. Поэтому наполнил ста жертву Богу. Жертву Богу дуло сокрушенное благодарение. Я от всего сердца это понимаю. Даже на молитве в дорогу сегодня встаю и ночью, Господи, и опять ты меня помиловал. Такая проволока, как пружина, и она хлопустнула меня, даже вот сейчас с трудом задеваю. Щадо только было. Шестерка проволока. Понимаете, что такое? Это, это вот, толщина. И не проломила ни голову, ничего. Дивный Бог. Даже не рассказываешь. Интересно, читал про одного, их как-то там разделили, партизанский отряд нападал, ну, его ранили, похоронили. Он пришел, товарищи, где, а его похоронили. Ну, что ж, меня не дождались. Они не знали, когда ты вернешься-то? Раскопать могилу. Они раскопали, он палатка накрыта, и все. Он палатку убрать, обнял его, так ты меня, мы договорились с тобой вместе, возвращайся. Эх, ты, он глаза отрыл ему. Он оказался живой. И он не знал, что он живой-то, разбылил его. Ну, и, конечно, вытащили, давай, вращали и прочее. А если бы он такой, ну, что сделаешь, убили, убили, раскопайте. А много ли раскопали? Да нет этого. А видят, с высоты, кажется, два километра упало, еле растет, прямо в овраг. И все, снег. И он упал точно по елке, скользнул по этому, упал в снег. Или ничего не сломал даже. Парашют не раскрытый. Ты это чужое узнал, и сказал, ангел поднял. Как это, говорят, я упал, а руки теплые такие, хорошие, меня положили на пол. У меня так же было, я почувствовал теплоту рук этих, когда вот подавал заявление. Прямо перед глазами все. И ты все это знай, не скрывай, не написано, поделись, что Бог живой, Бог рядом, Бог любит тебя. Да, именно так. Я пойду, молюсь, Господи, я захочу этого, а как тебе угодно, я не знаю, это будет воля твоя. Но мы не должны сидеть, ложа руки. Ну, как воля твоя горит. Да рядом метро, там воды, плесни и погаснет. А уж дальше будет. Ты волю проси, но сам не молчи, ты продолжай делать. Вот такая погода была, ничего нет. Мы едем из Кольщины, сейчас приезжали сюда, а в Север, Я говорю, а что в Север? А может, еще и зайдет. Мы сюда, когда ехали, 3 июня, они тут на дороге в Север. В Север, значит, есть надежда, а может, осень затяжная будет, и люди еще, но соберет. Вот это жертва. Что бы ни было, благодарю Бога. Написано, за все благодарите, ибо такова вас воля Божьего, Христе Иисусе. Саверий Никита, качественная канун. Да, благодарственный канун весь. Тут непрерывно, вот считай, сколько мы сейчас открыли, это не то, что много читать, а у женщин настолько подстарость. Они любят, чтобы непрерывно звучало. Я приду, что-то там за окном говорили, где? А на другой комнате, там с горшками. А одна бабушка говорит, я все время слушаю. Выбиваю, белье вешать. А у меня магнитопон, да ты слышишь? Нет, я его не слышу. Он у нее крутится, там Библия записана, я начинал. А она на дворе белье развешивает. И она считает, что хорошо, что у нее звучит. Так ты-то не слышишь? Конечно, не слышу. Но он так говорит. Ох, Господи, я не могу поменять. Пошли. Значит. 9-16 стихи. И начал он говорить народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарю. И отлучился на долгое время. И в свое время послал виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградаря, прибив его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они и этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. И еще послал третьего, но они и того, изранит, выжнали. Тогда сказал господин виноградник, что мне делать? Пошли с сыном моего возлюбленного, может быть, увидев его, постыдятся. Но виноградаря, увидев его, рассуждали между собой, говоря, это наследник, пойдем убьем его, и наследство его будет наше. И выведя его в воду из виноградника, убили. Что же сделать с ними господин виноградникам? Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это, сказали, да не будет. После толкования, после того, как пророки перенесли такое ужасное зло, посылается сын, может быть, говорит, послаляться сына моего, может быть, послушают, Иеремия 26.3, будут ли они слушать, Иезеки 2.5.3.11. В этих местах Бог говорит так не по незнанию будущего, но для того употребляет такой образ выражения, чтобы кто не сказал, что предвидение Божие было необходимой причиной непослушания. Убили сына, выведя его в воду из виноградника. Удобно, можно сказать, вон из Иерусалима, ибо Христос вне врат пострадал, евреям 13.12. Но поскольку выше, под виноградником мы разумели народ, а не Иерусалим, то едва ли не ближе к делу сказать, что народ, хотя убил его, но вне виноградника, то есть не своеручно нанес ему смерть, а предав его пилату и язычникам. И так Господь пострадал вне виноградника, то есть не от рук народа, ибо ему нельзя было никого убивать, поэтому он умер от рук воинов. Смотри, те, кои говорят, что виноградник означает писание, кажется, ближе угадывают смысл, как отсюда оказывается. И в описании отобранное от евреев предано нам, а иной смелый, пожалуй, скажет, что виноградник есть все духовное. Заключается ли оно в писании и законах или в деянии и истории чего всего иудеи лишились, а мы тем наслаждаемся. И комментарии. Когда архиерей выходит с Дикирием и Трикирием, о которых в Библии не сказано ни слова, да будут благословенные архиерей и сии предметы и возглашают Господи, посети виноград сей, для чего он это делает? Что имеет в виду? В первую очередь, чтобы был благословенным виноград, ветви и кисти от корня до кожи цияга. И если имеется в виду, что виноград означает непросвещенных Евангелем людей, то виноград сей не обрезан Словом Божиим. Виноград дикий, кислый, как говорит Библия. Более того, Слово Божие само называется виноградом. А его-то как раз нет ни в храме, ни в ушах людей, ни в речи благословляющего. И в таком случае все остальное совершаемое и произносимое здесь может оказаться пустым звуком, вводящим всем заблуждение. Смысл же этих слов может быть только один. Псалом 79-15 Божий сил, обратись же призрец неба и воззри и посети виноград сей. Царь и пророк Давид искал благословение Господне, приносящее мир и благополучие Израилю. В наивысшей форме это явилось пришествие Иисуса Христа на землю. Ныне же это более всего проявляется в проповеди, в благодати, обращающей сердца людей к небу. Священное Писание имеет такое свойство, говоря о чем-то важном, оно приписывает свойства живого неживому предмету. Так, например, Библия соединяет жертвенник и жертву, от которой освящается жертвенник. Так, что даже Кресту приписывается кровь Креста Колоссянам 1.20 И чтобы посредством Его примирить с собой все, умиротворив через Него кровью Креста Его и земное и небесное. Бог благословляет виноград по слову Создателя в такой мере и в такой насыщенности, что это благословение Словом Иисуса как бы пропитывает покоряющихся Ему и уверовавшие сами становятся живыми носителями Слова. Виноградник означает Писание. Интересно, по каким это законам вообще простые наемники собрались убили наследника и наследство достанется нам? Как это? Они вообще здесь не пределах их просто найти? По каким законам? Вот у меня в Смольн вот сюда Владимир вошел и где стар сидел и в его кресло сел. На каком основании предельно решительно убить царестом и княжом и все они виноваты четыре девушки не познавшие мужа. Это ни по каким законам ни мусульмане ни евреи никто не убивали таких. Они девчатки приказ и даже слуги которые не покинули врач и всех расстреляли за что? И говорят что это решение было принято закулисно во время представления какое-то и написали по-еврейски на стене грязи и в сень ночь старь был убит из-за нее царь кир. На каком основании на каком Господь запустил и все интересно юродивая одна там пороскела подминают ее она буквально бесновалась в этот день в эту ночь когда расстреляли штоп лежат штыками пулями убивают никто не знал ничего она там юродивая ей открыто было она буквально бесновалась кричала что вы делаете ей показано было ну и все пришло время все которые расстреливали все были сами расстреливали вот так Хипелар Гулаксов Женисов это все абсолютно описывает перечисляет кто там Духащеев 20 лет прошло 17 37 год и пошли а за что это 37 страшно возмездие все молчат они не знали что и как Спиридонова главная террористка была почему Раджи Петухачев Михаил пыль высадил в лоб а вот торговских христиан газовая женщина же прятались гнали газов проверили все потом умирают казачество полностью искривлялось и наконец на него пришла эта чума до княгина Рыков представитель совета министров Бухарина друзья Ленина всех под нож пустили а в женихе сам себя убил это же все открыто почему наступил момент расчета и все это сделал Сталин видишь как а тут а я поцелел поцелел на Новгороде еще 4 года и вы пойдете под нож 4,5 миллионов лет пошло сразу мировая история этого не знала а теперь что и больше половины их погибло дорога не давали есть а при или так осень хоть бы одна лопата была где-то от раскулачения спасенная пошли все под нож теперь мы видим мощная рука Божия никто не уцеллял а те другие в длину огибать будут немцы делают подземные подземные какие-то тоннельные дороги кончилась работа всех кто участвовал в этом а там 130 тысяч вывели всех кто стреляли чтобы наносить этого не было ничего не забыла сделать но и на тех пришла чума вот побег из булага фильм показывает уволок мы теперь такую историю смотрим и применять к себе можем увидеть увидеть повторение истории это не один день почему написано проклят злосовище отца и мать все материна ругаются мать 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 все пошли под нож это мы так знаем кромкой какой-то слышим цифры сколько погибло то другое это самая была такая бездатная война за каждого немца заплатили 5-6 русских ну какая же это война 5-6 человек отдали мина разминировать поле заминировано а что заминировано брани закрученные люди они бегут взорвалы штамп отмен все дорога свободна следующий взорвался дальше свободна по этой дорожке бегите это было а эти люди которые взрывали они тоже творили что попало брани убивали насиловали ты можешь дальше раскрутил увидишь у Бога мне возмездие я вас дам говорит Господь страшно впасть в руки Бога живого страшно мы здесь под особой защитой находимся надо это все помнить и благодолить Бога и детей на молитву почаще становить вот он бы забежал только где-то давай поблагодарить Бога как чурно Бог тебя спас ты все это припомни сколько там раз смерть крылом носом тебе накрывало и ты опять живой у нас здесь шляп какой-то работал Леонтий с другой фамилией его какая-то Усовкин и он и руку замотал да он усерлся с разными ногами но так его руку оторвало и все с одной рукой но долго он еще вырвало а это мог быть я в комбайн какая-то девчонка там о шмоте вылетела другие вот здесь лесопилка левуха называется лупчатое колесо беремно тянет крутит человек попал туда еще замотал а я мог там это мог быть я я работал на ней и сколько таких случаев наполни уста благодарением господи что ты хочешь почему ты так сделал для чего ты меня оставил и когда так у тебя благодарение богу богу что ты нужен терпюм до конца выражение нас маги его нет такого смысла здесь что все вы когда-то примите такое решение полтора часа исходя из прочитанного до этого что читали про Иерусалим вот нынешняя ситуация то есть нету смысла ужасаться там еще что-то возможно если у бога есть разнарядка что там будет война в плед возьмут вот и самое-то главное в бога верить может быть тебе будет легко а если богу не веришь никакие ни оружие не поможет там вообще ничего не поможет и хоть куда прячься и вообще ничего не поможет а с богом ты и в пледу может быть сможешь выжить и там не знаю может тебе а у пророка Даниила есть интересный момент такой он говорит спорь для меня князь князь Израиля и спорь кто-то говорит князь пересечен а о чем мне сейчас Михаил упоминается что Михаил Архангел или кто или Михаил Горбачев меня сколько раз спрашивают я не знаю но когда прочитал Угротолоса то понял у каждой страны есть ангел у нас один ангел в Китае другой ангел в Индии третий ангел отвечает за всю страну у каждой страны дал князя а мы не знаем кто Израиль знает архангел Михаил и вот наступило время 70 лет Господь сказал 70 лет плен кончается но некоторые еще живые были лет 15 было попал в плен 85 лет ему помнят еще все и вот дальше как события разворачиваются Данил молится Господи отпусти народ ну ты обещал 70 лет некоторые еще дожили они увидят родину а персидский ангел от персии который он говорит Господи не отпускай их они там идолу жертву приносят а у нас они перестали идолу приносить они там грешили им не до этого а кроме того наш персидский народ много от них узнал и между ними перед ликом Господа идет как бы доказательство друг друга и архангел предстал и сказал Господи но слово это твое нерушимое все персидский князь говорит правильно но ты обещал отпустить их отпусти их может они не будут больше грешить и тогда Господь располагает царя Киера и он отпускает их и отпускает золотые сосуды все что было взято и они пошли на родину а кто выбрал Едра Едра и не Едра вот сейчас приезжает если только благополучно будет в следующее воскресенье у нас будет крещение и может приехать один татарин его сердат вот я батюшку попрошу но батюшка не знаю как чтобы Едра назвал его в крещении это имя можно менять Едра нигде нету ни в Ветхом ни в Новом Завете нет человека который столько сделал для Бога нету из-за которым нету ни одного поступка ну Давид там жену отнял там Соломон там идолом этим построил за ним еще нету он вывел народ из плена давай перечислим вывел народ из плена отстроил стену восстановил государство Израиль это вот дальше три книги его это его с ней мы вместе произвели ощущение народа полный развод дали это все от него из-за них нигде ничего нету плохого и его святцев нету ни одного езда не встретить а там нотари а ну близко так свят да метро там буквы какие походят я хотел попросить а почему просто что имя или он тоже какой-то видный идея или что нет он искренний такой не веровал там мусульман мать василь на боже веры своей изменил веры мусульмане мусульмане это не просто так у них в законе написано если изменил веры значит ты обязан убить его убить это сегодня а он один идет через это если только приемли чтобы я ему поверил он все данные паспортные данные мне выслали вот в эту среду надо встречать я прошу между собой решителей вот а другие едут у них ближе город к ним то есть тем путем которым поезд идет там 136 кажется он идет через карасу там встречать будут привезут пятого женщина одна несколько книжек не выше стихов вот интересно вчера такой спор разгорелся она заработала вера она принесла и батюшке деньги а что за деньги батюшка я святую киседину принесла не надо мне не не батюшка ну как же должна дать никак я говорю ты знаешь почему если берет десятину торговля исчезла а твоя десятина это какая по сравнению с торговлей еще сравнишь это один кста они машина освещает за деньги ему ни за крещение теперь ни за что нельзя брать нельзя потому что десятина если ты десятину не отдаешь ты вор я еще раз говорю батюшка ясно дело богаче у меня живет у меня голуби не продаются и команде Игорь голубей не было еще и помогает горбой у батюшки овечки и он получает что-то у меня ничего нет вот январь месяц батюшка приезжает первый день я ему сразу пенсия еще семь тысяч это десять семь четырнадцать восемь четыреста я ему сразу за год плачу сразу у меня двух их нету но десятину я обязан отдать чтобы быть благословенным раньше когда я работал там другой раз дома был а сегодня нигде нет вот мне бы сейчас сказали десять миллионов тебе пруды все можешь очистить или купить барабашу капаю я бы купил капаю сначала комбай сначала а потом пруды барабаш говорит пруды вот как хотел один пруд сначала комбай а миллион сейчас на комбай он стоит четыре пять комбай двадцать 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 семь восемь миллионов так что восемь двадцать рублей почистить нас еще двадцать миллионов вот так уверен какой-нибудь дерипаска сейчас я сказал хочу врать кому деньги дать На 10 миллионов на самом деле это не деньги, это вот люди. Доллар, 10 миллионов. Доллары поговорить? Да. Ого. Ничего себе. Я думал, рубля. 60 миллионов. Доллар это может, а на 60 тысяч на 100 миллионов. Можно мне еще в это самое? Нет, мне не плохо. Дело в том, что я хочу в пастель вернуться. Я знала, что мне предстоит пасти. На Пасху мы с Антисой даже говорили, что она за меня будет пасти. Вот. Теперь, значит, я сегодня к Лене подошла. Говорю, Лен, Антиса приехала, давайте ее включать. Она любит, кто это, кто она. Я ничего против. Что надо собрание. Что собрание должно решить. Ну вот как вы считаете? Я хочу, чтобы у меня послал Антиса. Те, у кого коровы. У меня коровы. У тебя Андрей, Женя и Барбашин. У тебя стоит 4 человека, а послают 3. А почему Антису не включить? Ну, будет все. Значит, Антиса тоже должна пасти. Я не пасу. Я не пасу. Я не пасу. Вообще не пасу. Тогда вообще не надо снимать. Я сказала, что с пастухи соберутся. Кто пасет сейчас? Люда, вопрос о пастбе решает всегда сам. Совет деревни, деревенское собрание. Когда это пастухи решали? Что ты сидишь-то? Кто, у кого коровы. Даже слушать тебя, Люда, не хочу. У кого коровы. Кстати, кстати, вот вопрос о пастбе. Моей пастбе. Ты подняла первое. Никто не сказал мне, когда мы решили свалить и везти корову. Никто мне не сказал, что ты хочешь ее пасти. Ты сказала. И ты, и за тебя я вот этот вопрос подняла уже еще в апреле месяц. Анфиса, помоги мне. Не по силам пасти сейчас. Не по прямому возрасту. Понимаешь? И спасибо большое Лене за то, что она внесла вот такое предложение. Это не мы. Это Лена внесла. И я поэтому не пасу. Да все пасли. Спасибо Андрею. А я все пасли. Леша, спаси Христос. Кто? Володя Пашенко, спаси Христос. Я все в планете, все сказала. Все выручили. Все предложения купались. Кто? Теть Валя, теть Володя. А кто еще? Всем спаси Христос. Нет, я тебе уже сказала, сколько ты еще раз поднялся. Только и голоса говорили. Всем. Дело в том, что когда начинается разговор, надо не замолчить до тех пор, пока не хочется собрания. Она никому не слушает, не слышит ничего. Вот она сейчас сказала 77 раз. Всем спасибо, всем спасибо. Хотя я сказала низкий поклон всем в благодарность за то, что я получил. У меня народ нет. У меня народ нет. Да что, мы Анфессии доверим мой день или нет? У нас было собрание. На собрание решили. Больше народа. Дело в том, что теряется зарплата за пасьбук. Можно сказать, у нас было собрание, когда, то есть, о чем речь-то, что пасут те, у кого есть коровы. Четыре двора, в которых есть коровы. Но был небольшой промежуточек, когда еще ученики учились, нас попросили помочь. Мы помогли там недели две. Но смысл-то остался тот же, что есть, у кого есть корова, это четыре двора. Что каждый представитель, с каждого двора должен пасти. Четыре человека в графике. И все. А в чем тут вопрос-то, Николай? Ну, откуда вообще вот это взяло, что если четыре двора, то должны четыре пасти. Ну, это же мы сами решили. Это не должно, не обязано, никак. Если человек пожилой, почему он не может корову держать, потому что он пасти не может? Нет, он может. Почему вообще? Нет, у нас и не держат коров, потому что пасти не хотят. Да почему, а не обязательно... А ты почему не держишь? Не обязательно. Наймите пастуха, почему? Я когда был маленький, я пас, Оська все лето пасла. И раньше вообще речи по дворам не было. Это кто что-то придумал? Не нанимается никто, кто нанимается? Да ну как не нанимается. А вот когда в очередь вставать, в очередь не впускают. Лучше как-то определитесь. Либо наймите конкретного человека, либо, значит, по дворам пасите. А ну пастухи договариваются. Пастухам, конечно, неинтересно. Василиса Ильича, сколько у нас получается? В июне получилось 520. Нет, с зарплаты одного пастуха. На троих 15 тысяч на троих, а 5 тысяч на 5 тысяч. Через год 5 тысяч, или теперь на полторы тысячи меньше. Вот и все. Поэтому мы и просим. Значит все, а кисточка. Сбога. Ну а когда идет ключи? Ну как, сейчас идет ключи. Сегодня пошел. Вот сегодня Ирюна, Василиса. Там отметится товарища. Василиса. Василиса. Нет, это же Челеса. Челес. Челес. А, ну. Ну то, что вы сами там разберетесь. Просто вопрос-то вообще не о чем. Что поднимать здесь? Нет. Я тоже покажу. Я уже не буду, что ты там прежде. Давайте помоги. Песня. 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 Песня.